Друзья, всем привет! Не так давно в одном ролике я затрагивал тему армянского учета. Я вам рассказывал о том кратенько, что можно купить автомобили с аукционов с Японии, с Америки, пригнать их в Ереван, поставить их на учет, после этого приехать в Москву и передвигаться на них. Это выгодно, это дешево. Вот посмотрите, у нас стоит праворульный Nissan, Mini-Wen. Вот этот автомобиль в Японии, автомобиль 2005 года, стоит примерно 2500 долларов. Подчеркиваю сразу, что цены могут быть абсолютно разными. Важно понимать, сколько будет стоить доставка, сколько будет стоить, например, услуга по перекидке руля на левую сторону. В общем, об этом можно говорить очень долго. И знаете что? К нам приехал человек, которого зовут Эдуард. Он занимается этими вопросами от и до. Вот прежде чем мы начнем, прежде чем я вас с ним познакомлю еще раз, кто не помнит его, я хочу сказать так, что для тех, кто думает, что когда в ролике нет рекламы, значит весь ролик одна сплошная реклама, друзья, давайте договоримся с вами так. Вы ставите сейчас либо лайк, либо дизлайк, закрываете ролик и идете заниматься своими делами. Потому что сегодня мы, естественно, оставим на человека ссылочки на его канал, на его контакты. Потому что у вас наверняка будет очень много вопросов к нему, на которые пусть он сам напрямую вам отвечает. Но пообщаться с ним стоит. Вот мы стоим сейчас, пьем кофе минут 40. Очень много интересного рассказывает. Поэтому присаживайтесь поудобнее. Я думаю, этот ролик вам будет полезен и интересен. Все почему? Многие из вас хотят купить автомобиль. Вот думают, а что бы купить? Есть 300 тысяч рублей, там 500 тысяч рублей. Вот. Обратите внимание, как идея, просто как возможность сэкономить денеж и купить автомобиль. Надо вам? Купите. Не надо вам? Не купите. В общем, не размазывая кашу по тарелке, мы начинаем прямо сейчас. Поехали. Знакомьтесь, друзья. Эдуард. Эд, привет. Спасибо, что приехал. Будучи в Москве, заглянул к нам, чтобы нам с вами рассказать, как это все происходит от и до. Хотя мы собирались ехать к тебе и в Ереван, снимать, показывать, рассказывать. Но, к сожалению, обстоятельства сложились иначе. Друзья, представлю вам, Эдуарда, человек работает в сфере автобизнеса. Простыми словами, перепут. То есть, оказывают услуги по покупкам автомобиля с аукционом. Вот давайте его допросим, расспросим, как это все происходит. Эд, вот давай начнем по порядку. Тайм-код к ролику я оставлю в описании. Смотрите, о чем мы будем говорить. Как это все происходит. Вот, допустим, есть у меня определенная сумма денег. Пусть там 200 тысяч рублей, миллион. Я хочу купить автомобиль. На какие сайты я должен заходить? Где я вообще ищу автомобили, чтобы понять, что я могу себе позволить по этим средствам? Первые шаги находите того, через кого будете покупать. Допустим, я. Созвонились, определились, что у вас общий бюджет условно 8 тысяч долларов. Вы хотите в него поместиться и ездить на Альфарде. Я все просчитаю. Скажу, что с учетом моего интереса доставки, прочего, 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 прочего. У вас осталось на покупку машины. Ребята, условно, не подкидывайтесь на цифры. 2000 долларов. Открываем сайт, смотрим. Сайты CR-авто, Алиада. Очень ходовые, распространенные сайты, по которым вы увидите, какие лоты играют. Те сайты, через которые работаем мы, они закрыты. Там есть логин, пароль. Мы входим и смотрим. Но посмотреть лот, вы сами это можете сделать без проблем. Есть на 26 августа 10 Альфардов. Все. Мы понимаем, что по параметрам он не может стоить по нашим 200 долларов. Мы плюс-минус там он будет стоить тысяча, полторы. Неважно, это условные цены. Мы говорим, вот клиент говорит, я хочу вот эту машину в эту сумму, чтобы она мне упала. 8 в Армении. Ставим на нее условно 2000. Потом программа сама, когда начинаются торги, торги идут примерно одну минуту на машину. И программа сама играет. Один шаг это приблизительно 2000 йен. Шаг аукциона. Если наша цена самая максимальная, понятное дело, что доходят до той цены, которую предложил конкурент, примерно 800 долларов. Следующий идет один шаг и все. И торги заканчиваются. Мы ее купили 800 долларов с хвостиком. Давай оттолкнемся от обратного. Вот, например, вот этот автомобиль 2005 года. Вот если сейчас его искать, я просто хочу, чтобы ребята поняли, вот плюс-минус ценник вот такого автомобиля в Японии на сегодняшний день. За сколько его реально можно оттуда примерно забрать? Его можно забрать плюс-минус 2000 долларов. 22500. Но я подчеркиваю, что эти цены, для тех, кто не знает, конечно, это прям уши режет. Раньше, полгода назад, год, эту машину можно купить за 700 долларов, за 1000. Но это не значит, что мы закупили за 1000, в итоге 8 продали и 7000 в карман. Очень много этапов, на которых идут расход денег. Но в любом случае, друзья, вы поймите правильно, вы просто вдумайтесь в цены и посмотрите, что мы представлены на нашем рынке. Я знаю прекрасно, что многие скажут, блин, с правым рулем, вот смотрите, здесь палка о двух концах. Допустим, те, кто живут в крупных городах, там Москва, Питер, не знаю, в большинстве своем скажут, лучше ездить с левым рулем. Но по нашей стране, особенно на каком-нибудь Дальнем Востоке, левый руль, это вообще, мне кажется, редкость. То есть чаще ты встретишь правый руль. Вот расскажи, если, допустим, понравился человеку автомобиль с правым рулем, он хочет левый, чтобы он был, я имею в виду, с Японии. Сколько стоит перекинуть руль, и как это вообще происходит? Хорошая перекидка стоит 2000 долларов. Машина должна попасть на территорию Армении уже с левым рулем. Где будет делать перекидка, вообще не важно. Позавчера на меня вышли люди, которые говорят, мы вам готовы из Японии отправлять левый руль. Я говорю, ребят, ну а что вообще, что получается? Ну да, мы посчитали, там, мы три Альфарда переделали, ну просто на один Альфард ушло, там, около 4000 долларов затраты. Окей, а за сколько его тогда продавать? То есть мы, я трачу 2000 долларов, это прям архидорогая перекидка, которая сейчас делается мной, моими ребятами в Грузии. Эта машина куплена не с аукциона мной, но остальные машины, которые я сейчас везу, их около 15 машин. Это лично мной куплены, и будут они стоить, опять же, от где-то 9, от 8, там, 700 и до 10 500. Вилка цен, потому что есть разные машины, разная закупка, разная комплектация. Перекидка будет одна у всех. Я за это, скажем так, отвечаю головой. Ну а сколько стоит, например, самая дешевая перекидка? Дешевая? Ну, может и 300-400 долларов. Вот, и в чем разница, например, за 300 долларов перекидка и за 2000 долларов? Во всем, во многом, в первую очередь рейка рулевая. Она может быть поставлена с другой машины, с аналогов, плюс-минус, там, с Лексуса, как будто лево. А может быть просто вот так вот развернута и оставленная, переваренная. Вакуум переносит или нет? Большинство перекидок остается вакуум с правой стороны, педали соединяются через тягу. Тяга может быть вот такая, а может быть вот такая. Это тоже важно. Очень-очень много нюансов. Самые больные места – это педальный узел, чтобы он был грамотно сделан. Это вакуум. Опять же, есть большинство, я сейчас тоже хочу это учесть, что большинство перекидок, если сделано грамотно, ничего страшного, что вакуум остается с правой стороны. Если там грамотная, там, вот такая труба, там, 25-я, там, 23-я, арматура, и хорошие подшипники распорные, норм, можно брать. И свои плюсы в чем? В том, что можно максимально педали подобрать угол, то есть вот так, как тебе удобно. Но, подчеркну, что ту перекидку, которую делаю я, она с переносом вакуума, с переносом всего того, что нужно, вплоть до того, что сидушки меняются местами, и регулировка зеркал, она идет под левый руль. Ну, а по интерьеру, вот это вот, как вот получается, они переделают полностью торпеду, что ли? Да, да. Вот на Nissan El Grand не существует леворульных панелей. И вот это вот все делится на 2-3 части, потом переваривается и колхозится. Nissan El Grand я не беру на перекидку, он плохо идет, в моем понимании. Большинство людей, те, у кого есть мастера хорошие, которые могут это сделать, ну, может быть, они умеют, я не умею. Мои мастера умеют делать хорошо Альфарды. Там есть леворукая панель. Года полтора назад китайцы сориентировались, будем лить панели на левый руль, на Альфарда, потому что это покупается. Льют панели, это прям пластик будет обычный дубовый пластик, но тут уже обтянули кожей и все будет. Леворукая панель, грамотный педальный узел, руль с левой стороны, фары регулируются отверточкой, сами настроили у стеночки вечером, зеркала регулируются под левый руль, сидушки перенесены, то ли не сказка. Но при этом остается японец. Слушай, кому не нравятся японцы, кто там хочет посмотреть, какого-нибудь американца, с Америки же по сути процесса все то же самое. Абсолютно. Вот обратите внимание, в нашем случае 2005 год, 135 тысяч пробег у автомобиля, я вам его показываю, увидите в каком он, в принципе, техническом состоянии. Ну реально, машинка очень свежо смотрится, то есть так стоишь, я бы сказал, на годы 9-10. Слушай, Эдуард, вот расскажи, пожалуйста, как происходит поиск автомобиля с точки зрения технических характеристик? Вот можно же купить автомобиль, ты же, получается, не выезжаешь сам в Японию, в Америку, кто-то их осматривает, а вдруг, например, вам скажут, что машина в идеале приехала, мотор застучал, либо еще что-то, какой-то такой дорогой ремонт. Как вот с этой, с точки зрения все происходит? Самое главное, работать с компанией, я нахожусь из России, покупаю машины в Японии, но должна быть компания, которая вам покупает, которая организует всю эту процедуру, ну, условно, по простым словам, порядочная. Для этого вы должны уже сами, опираясь на свой опыт, понимать, с кем работать, по отзывам и прочее. Есть аукционный лист, вы на него смотрите, это самое важное при покупке в Японии, аукционный лист, бумага, на которой, когда машина заезжает, эксперт ее осматривает, выносит свои заключения, что дверь меняная, покрашенная, или все целое, они посмотрели, взад-перед прокатились, звуков нет, шумов мотора нет, и делают описание. Открыли дверь, посмотрели, ага, салончик чистенький, все, поставили оценку. После этого мы видим только аукционный лист и фотографии машины. Большинство, 99,9% покупок проходят очень порядочно, мы покупаем то, что мы видим. Бывает такое, что у нас лично на Абхазию приходили крауны, которые были полностью перекрашены, а цвет был указан один, а по факту цвет был другой. Мы бампер сняли, там другой цвет. Есть там и перекупы, и в Японии, которые... Короче, вляпаться можно. Вляпаться можно, но поймите, любой порядочный продавец, я, кто-то другой, неважно, если вы привезли то, что не соответствует требованиям, хотя бы отдайте в ноль, клиент будет доволен забрать, все окей, вы не потеряете ничего. Выйти можно из любой ситуации грамотно, главное подход. Это первый момент. Второй момент, машина после того, как приходит из аукциона в порт, делается около 30 фотографий, подробнейший отчет, и если на этом этапе мы увидели, что что-то не соответствует заявленным требованиям, мы имеем право предъявить это аукциону, тем самым, или вернуть машину, но аукциону невыгодно второй раз перевыставлять машину, это дорого, поэтому на этапе, когда машина заходит, отсеивается весь хлам. Или он просто указывается. Слушайте, ну я бы на самом деле побоялся больше, знаете чего, не то, что там вот эти фотографии, это все понятно, и у нас в стране заходишь на разные сайты, листаешь, блин, тачка просто блестит, вся конфета, но приходишь, ну, например, не было у тебя такого, что ты купил машину, там, все, ты получил ее, там, пощупал, вроде все классно, клиент забирает, через 2-3 недели он тебе говорит, привет, у меня коробка встала, через месяц мотор встал, такого нету? Нет, один раз был случай недавно, если ты меня смотришь, Женя, тебе привет, купил человек машину Альфард в Армении, проехал, машина ездила в Армении, там, получалось с порта, я ее не сам с аукциона брал, а уже чисто перекупил в Армении и продавал, перекупил большими партиями и продавал в розницу. Доехал он километров 150 и звонит ночью, говорит, у меня мотор стуканул. Блять, как стуканул, что случилось, никогда такого не было, оказывается, он просто не уследил за температурой воды, воды там не было, надо было проверить, но он не увидел температуру, я не проверил уровень в радиаторе воды, в общем, не знаю, как так получилось, что он просто не смотрел на приборы, ничего там не стукануло, у него просто повело головку, поменяли ему, сняли головку, я за свой счет. Сколько цена вопроса? Цена вопроса, все стало в круг, что-то там 250, около 300 долларов. Ну, с одной стороны, это немного, с другой стороны, кто-то скажет, ничего себе, это много. Но при этом машину привезли в Ереван, полностью сняли головку, поменяли прокладку, шлифанули головку, поставили, отправили, все окей, все нормально. Вы все согласитесь, что минивэн машина семейная, правильно? Правильно. Слушай, Эдуард, расскажи, пожалуйста, вот поподробнее процесс, вот смотри, ты говоришь там, допустим, пусть он 3000 долларов, почему-то тебе хочется время искать рублей, стоит в Японии. Купили мы машину с Японии, дальше, какие платы идут на человека? Вот за что он платит, плюс-минус какие цифры? В первую очередь, это расходы по Японии, они не дешевые, это долларов 700 улетает бегом, а может даже и больше. 3 700, раз. 3 700, следующий этап, растаможка. Растаможка зависит от года машины и от цены. Если мы берем 3 700 и 2005 год, это будет в Армении 42%, плюс-минус, тут пусть там, полторы тысячи, да, условно, полторы тысячи. 3. Это полторы тысячи плюс 3 700, это 5 200. На экране цифры выложу, считаем оперативно. 5 200, следующий этап. Доставка. Доставка на сегодняшний день стоит 1000 долларов на одну машину из Японии до поти. Морская линия работает так, что если нет работы, цены падают. Если есть работа, цены винтят, и винтят безбожно. Раньше доставка стоила 600 долларов, теперь она стоит 1000 долларов на одну машину. Следующий этап, оформление документов, если машина приходит в поти, минимум 300 долларов расходов на транзитные номера, на выгрузку, и, в общем, расходы связаны с выгрузкой машины и доставкой ее в Ереван. Потом постановка на учет. Плюс-минус вместе с временной регистрацией 150 долларов получение номеров. Мы должны, если я вот как вот приезжаю в Армению, делаю регистрацию, давай здесь поподробнее остановимся. Вот расскажи, смотри, допустим, я живу в Москве, я прописан в Москве, я сажусь на самолет, там, не знаю, на автобус, приезжаю в Армению, чтобы сделать временную регистрацию. Куда мне делать? В мой паспорт, что ли, российский, кстати, или куда? Нет, нет, временная регистрация, она просто на той временной, не постоянно листок. Да, то есть вы, Машков Дмитрий, прописан на улице Туманя на 4А, нам на 3 дня. С этой бумагой в ГАИ. Паспорт в ГАИ, прихожу, то есть после этого я могу с этими документами автомобиль оформить полностью на себя. То есть он все становится по документам мой. А насколько я знаю, что я, получается, также должен платить транспортный налог в Армению. То есть он ниже, чем в России, правильно? Какая будет разница примерно? Трехлитровый Альфар, 220 лошадей, ну, грубо 9 тысяч рублей в год. Вот. Вот, важно. У нас это будет примерно, сколько, 220 сил? У нас это будет примерно 1015 рублей. То есть, в принципе, тоже немного, но мы платим именно в Армению. Вот. Мы, получается, приехали, все, мы забираем автомобиль, дальше я на нем возвращаюсь, например, в Россию, в Москву, начинаю кататься. Вот здесь начинается самое интересное. Что мы получаем из плюсов? То есть вот номерочек, идем поближе. Эдуард, показывай. Номерочек вот такой у нас будет. Получается так, что я еду по какой-то полосе, допустим, друзья, ни в коем случае никто вас не призывает там правила нарушать, еще что-то, но если я еду по выделенной полосе, штраф мне не прилетит. Нет. Но кто-то написал мне в комментарии, что якобы меня могут как-то там внести в какую-то базу по штрафам вручную. Ты знаешь, Абат, как это происходит? Нет, я с этим не сталкивался, но, короче, живем в России, может быть, все что угодно. Они могут в виде исключения, я так догадываюсь, я об этом тоже много думал. Какая база? Нет определенной какой-то единой базы. Если это все такой мейнстрим приобретет, и когда их будет в машине в России из 100%, процентов 30 армянских или там литовских, любые, это же не обязательно армянские номера, это любые, это европейские, хоть белорусские, хоть какие. Ну, их сейчас, не знаю, процент 2 на всю Россию. Это деятели таких, которые эти номера будут покупать, их тоже немного. Люди боятся, люди думают, что обманывают. Поэтому этого бояться не стоит. Тем более, таможенный союз продлен на много лет вперед, то есть подписан. И так, чтобы вам штрафы прилетали за какую-то базу, лично я не готов ответить. Вот в этом плане, на мой взгляд, огромный плюс. Вот вы вдумайтесь, смотрите, вот сегодня люди покупают автомобиль, да, где разгон там 6-7 секунд. То есть это, с одной стороны, немного, с другой стороны, немало. Ты выезжаешь по городу кататься, ты чуть газку дал, превысил там на 10 км, там, где, ну, реально, ты можешь безопасно ехать в 80, ты никому-то там не повредишь, людей рядом нет. Ну, вы все это лучше меня знаете, но при этом постоянно прилетают штрафы. То есть штрафы работают, камеры работают не так, чтобы они тебя, там, знаешь, оберегали, безопасность, еще что-то. Тупо сбор бабла. Вы сами об этом знаете. Вот я недавно в Инстаграме рассказывал ребятам. Остановились с женой на 40 секунд, хотели кофе купить, подошли, дернули ручку, кофейня закрыта, сели, уехали. Оказывается, там был знак, который я там, ну, не заметил, полторы тысячи штрафов. И то, как бы, три тысячи штрафов должен быть за остановку свыше 10 секунд. Вот я его купил, езжу там год, два, три, поездил, все, он мне надоел, хочу другой. То есть как проходит процесс продажи автомобиля? Мне нужно в Армении возвращаться? Выкинули машину на сайт, нашелся человек, который хочет купить, сели с ним, поехали в Ереван, точно так же сделали ему регистрацию, обратились или же к тому человеку, у кого покупали за регистрацией, или там таких деятелей много, переоформили себя на него. То есть, короче, грубо говоря, здесь единственный, условно, минус, ну, назовем вот так, что покупать автомобиль нужно будет приехать в Ереван и точно так же его продавать. Либо же там нанимать, опять же, услугу доставки. То есть я же могу приехать и сказать, Эдуард, организуй мне там доставку. Бегом. Но поймите, минус это только когда звучит, что ехать надо далеко, но при этом, когда вы приедете через великолепную, красивую, дружелюбную Грузию, посмотрите, какие там виды, цены на отдых, это получится. Не поездка деловая, поездка просто с отдыхом и плюс еще там дела поделайте. И хочу подчеркнуть, мы никого не призываем нарушать правила, понтоваться на этих номерах. Люди не от хорошей жизни покупают эти номера. Они, эту машину купить в России на русских номерах, там миллион с хвостом, не меньше, она будет мертвая, на лопатках лежать. Если бы в России дали бы цены адекватные, приора стоила бы 200 тысяч, а не 800, блин, как она там, сколько, 600, я не знаю, сколько она сейчас стоит. Под миллионами на это средство стоит. Никто бы не покупал эти номера. Опять подчеркну, мы не призываем покупать номера и целенаправленно гонять под камеры. Да, это важно. Вдумайтесь, 2-3 тысячи долларов так-то машина стоит в Японии, да? Ну, нифига себе, вообще цены так вот копеечные. То есть, скажи, львиную долю, там сколько, 60-70% жирает, это вот именно организация, там, заплатите, там, заплатите. Когда цены рассказывали, что перекидка стоит еще 2 тысячи, надо тоже прикрутить. Но при этом можно с Америки купить машину. С Америки можно купить машину. Есть свои нюансы из Америки, пробеги большие. Огромная страна, у них дороги везде. Что в Японии, в самой высокой Фудияме будет асфальт лежать, что в Америке. Асфальта очень много. Люди ездят отсюда на работу с токами, каждый день туда-обратно, за счет этого наматывают большой километраж. С Америки классные, хорошие машины, но они могут быть по пробегу чуть-чуть больше, чем у нас. Но, опять же, если вы задали с целью найти машину, и человек, через кого вы хотите найти машину, он заинтересован в порядочности, в качестве, то вы найдете. Слушай, Эдуард, расскажи, пожалуйста, такой момент. Вот одно дело, там, минивэн, да, вот я с чего начал, а другое дело, вот молодежь, если обращается, вот порой бывает охота купить, да, на лет какую-нибудь там купешку, ну, как вариант посмотреть, если ты, например, там выделил, там, 5-7 тысяч долларов, вот, допустим, вот, приземленно взять, там, до 10 тысяч долларов, там, что с Японией, что с Америки с левым рулем, что можно, вот... BMW, троечка, кабриолет, на лета, пушка, гонка, даже не кабриолет, а купешка, плюс-минус, она в Штатах будет стоить где-то около 2-3 тысяч долларов. Не забывайте, друзья, надежности BMW, это совсем другая марка, поэтому должны учитывать, если мы берем с Японии какие-то там молодежные седаны, которые более надежные, можно что-то подобрать? Можно, все упирается в правый руль, мы не можем сейчас правый руль завести, завести в Ереван, в Армению, поэтому надо делать перекидку, времени на это не осталось. Вот давай, Эдуард, расскажи, пожалуйста, подробнее, друзья, я думаю, вы многие слышали о том, что с 1 января что-то должно измениться в Армении, то есть никто четко сказать не может, там, что вырастет, там, я не знаю, сборы больше увеличатся. Возможно, и ставка увеличится. Ну вот, на какую сумму пока что никто не знает, то есть в любом случае, как бы, по нынешним ценам в России, это все равно останется выгодно, но вопрос, что будет там, пока неизвестно. Для того, чтобы можно было привезти автомобиль в Ереван, обязательно в Японию нужно сначала сделать перекидку руля, то есть справа налево. Как это происходит сейчас, то есть в чем сейчас сложность получается? Во времени, то есть для того, чтобы сейчас машину заказать с аукциона, осталось, ну, не знаю, ну, неделя, наверное, ну, две, это если компания даст добро, что мы привезем. Та компания, через которую мы работаем в Японии, они посмотрели свой расклад, говорят, у нас на ноябре есть контейнер, мы готовы взять заказ. Большинство огромных людей, которые возят с аукциона, уже не возят. Очень долго все это растягивается на несколько месяцев, и есть шанс, что машина не успеет приехать. Это если машину покупать там в конце сентября, начале октября, уже есть шанс. Сейчас пока что еще можно купить. Транспортный налог. Окей, одно дело, автомобиль 220 сил, другое дело, кто-то сейчас посмотрит, скажет, я хочу себе тачку где 400 сил. В Армении сколько на такой? Есть повышенный коэффициент, как в России? То есть все, что выше 250 сил, коэффициент возрастает. У вас так же там? Нет, не так же. Он будет дороже, если мы берем альфа 3 литра 220 лошадей, это 9 тысяч рублей. Ну, плюс-минус на 2 умножьте, и вот это вот так и будет. Вот так будет. Второй момент. Я купил машину, езжу по России, и решил больше не платить транспортный налог в Армению. Какие могут быть последствия? То есть только при продаже, ты скажешь? Да, когда будешь заезжать в Ереван, на посту даже, на таможню тебе никто ничего не скажет. Ты потом приедешь переоформляться, тебе скажут, друг, за это время сколько ездил, заплати. Даже если там 3 года и 1 месяц, 3 года и за 1 месяц. Просто оплати и... А вариант такой, что я, например, продал автомобиль с армянскими номерами, например, в России. Вот, приехал человек, я говорю, забирай, мы подписали. Так это можно как-то оформить делать? Да, по доверенности. По гендоверенности идете к нотариусу, даете доверенность. Вот эта доверенность выписывалась в Армении, она белого цвета, у нас в России она будет такая желтенькая, красивая. Сели, написали, что Иванов дает Петрову пользоваться. Ну, это понятно. То есть, грубо говоря, со стороны гаишников никаких вопросов ко мне не будет, то есть останавливают и едешь дальше. Даже если недоверенности, просто расширенная страховка. В общем, если человек, который будет покупать у меня машину, его это не пугает, то вопрос нет. И он точно так же дальше потом может продать, правильно, уже доверенность заедет. Ну, в любом случае, надо на собственника налоги, как бы, там будут идти. Ты мне расскажи, пожалуйста, следующее. Вот Армения, окей, там сейчас что-то вырастет с таможней, то это неизвестно. Альтернативный вариант есть обходные, там Абхазия и другие. Да, даже я больше скажу, те машины, которые я буду покупать в конце сентября, начале октября, если они, ну, вдруг не успеют зайти в Армению, просто контейнер в поте разворачиваем и на Абхазию. В Абхазии машину можно с правым рулем поставить на учет, таможня недорогая. За счет этого и цена дешевле машины, чем в Армении. Ну, и условия ездить чуть-чуть разные. Абхазия – это отдельная тема для разговора. Сейчас мы не будем... Слушай, ну, в Абхазии отдельная тема для разговора, то есть какие-то подводные камни, судя по всему, есть? Да, подводные камни на себя оформить ты ее не сможешь. А, вот все. Это только машина будет оформлена или на Абхаза, или на фирму. Ага. То есть ты должен устроиться на работу неэффективно, а устроиться на работу и работать в Абхазии, и по делам выезжать. Короче, сложнее. Сложнее, есть сложности. Как вы знаете, у меня есть инстаграм-канал, в который я вас постоянно приглашаю подписаться. Но почему-то вы не всегда подписываетесь. Смотрите, друзья, я сделал сториз, где сказал то, что мы снимаем видео, задавайте ваши вопросы. Человек пишет, с января 20-го лавочку закроют, и людям придется ездить за границу каждые три месяца. Нет. С января 20-го поднимется таможенная ставка. А законность езды останется та же. А свежие машины 2018-2018 годов также можно выгодно купить? Если вы купите ее дешево на аукционе, то без проблем, вы можете завезете, и все будет окей. Сюда же хочу задать вопрос. Есть у человека деньги, допустим, у него там есть 3 миллиона рублей. Он тебе говорит, слушай, Эдуард, я хочу купить новую машину, поставить ее также на учет. То есть у него будет новая тачка, но на армянских номерах это для тех, кто много ездит, у кого там голова болит от штрафов. Так можно сделать? Да. Но это, получается, будет дороже, чем купить также новый автомобиль в России. Ну, если, например, мы, например, там, Мазду 6. Нет, нет. Если вы купите новую машину, есть в Америке сайт, называется Копорт, сайт страховых аукционов. Там машины будут с легкими повреждениями. Есть сайт Манхейм. Это аукцион Манхейм, где продаются абсолютно clean title, чистые машины с чистыми документами. И при этом машину можно там купить годовалую в разы, ну, раза в полтора. Дешевле, чем она, допустим, от новой. Ну, а все остальные вопросы, собственно, стандартные, то, что мы сейчас с вами уже озвучили. Слушай, ты рассказал о том, что сейчас в силу того, что тут мало времени осталось, там, недели-две. Но ты, человек-то, в этой теме развиваешься, уже все продумал и закупил машины. Вот расскажи, пожалуйста, смотреть, друзья, у него есть машины. Какие машины у тебя есть? В основном это минивены. Большая часть машин это все альфарды. Есть там иллюзионы, но в основном это альфарды, которых там около 40 машин. Поэтому, если кто-то увидит это видео в ноябре, пишите, звоните. Машины будут с такой же ценой, как вы сейчас купите с аукциона. Или потом цена уже подниматься, может варьироваться в зависимости от доставки, потому что все играет. Но также точно есть машины с левым рулем из Америки. В наличии сейчас есть тоже, там, Toyota Venza, хорошая машина. В общем, всем, кому что интересно, проходите, звоните. Все ссылки я все оставлю в описании, все вопросы напрямую к нему. Слушай, ну твои прогнозы какие? Что ты думаешь, вот с января что будет? Меньше станет работы или как? Если поднимут ставку до размеров России, понятное дело, все само собой отвалится. Но, опять же, есть модели, которые также можно будет возить, там, дизельные машины и прочее, прочее, прочее. То есть, вот искать, вот как вот, варьировать среди вот этих законов. Если ставка не поднимется или поднимется незначительно, хотя это маловероятно, то все попадут, потому что накупили машин, в том числе и я, там, по многу. И неизвестно, что потом будет с ценой. Она начнет откатываться. А у людей куплено машин по 300 штук. Я знаю своих ребят, знакомых в Армении, которые там вдвоем-второем работают. У них куплено 350 альфардов. Ну, 350 машин, там, 150 альфардов. И стимы, и псумы. Это все будет делаться, это все будет продаваться. А если цены останутся, законность таможня будет дешевая, ну, как бы непонятно, что будет с ценой. Короче, все для людей, как обычно. То есть, люди, представляешь, 350 альфардов. Это даже пусть они их купили каждый, там, по 3 тысячи долларов, там, плюс, блин, вообще, бешеные деньги люди вкладывают. Эд, слушай, вот я сажусь в машину, она реально чистая. Вот, то есть, ты ее, получается, подготовил максимально, или когда она приехала с Японии, она так же была в таком же состоянии, или нужно было? Большинство машин из Японии приходят вот именно в таком состоянии, даже в аукционике Car Wash B стоит, то есть, машина помыта. Есть машины, которые приходят, просто бери и плачь, очень грязная, и так же люди не следили. Из Америки, ну, если там не будет три мешка мусора, это прям классно. Да, вот американцы, на самом деле, я просто люблю посмотреть YouTube, тот, чем про Америку, там, конечно, пипец. Слушай, расскажи кратко по комплектации, 2005 год, я так понимаю, у нас есть камера влево, вверх. Камера, значит, здесь, в этой машине по комплектации, она не богатая, такой, средний сегмент, у нее задний привод, вот здесь вот, если полный привод, вот здесь еще отключаем и подключаем. Здесь есть режим снежный и отключение, ближе к снежному. Есть камера в левом зеркале, парковаться просто очень удобно, вы видите, едите, там, где бордюры и прочее, как что. Есть вот такой вот монитор второй. Честно, конечно, все это уже аналоговое, старое, там, по-хорошему сюда он Android поставить. Ну, это, конечно, все доработать можешь самому, сотку вложил в машину. Ну, это все стоит недорого. Вот, друзья, честное слово, он, когда приехал на ней сегодня, я вообще, я бы даже не подумал, что это 2005 год. Вы посмотрите, просто в каком все состоянии. И, то есть, видно, да, что это не то, чтобы там намыли специально, то есть, у них что там, я не знаю, в Японии снега, что ли, не бывает, грязи как-то нет, смотри, чистое все. Реально ухоженная машина для 2005 года, такое ощущение, как вот она постоянно стояла, знаешь, там, на паркинге каком-то крытом. Как бы видно, да, что там солнце яркое, потому что, правда, те же самые фары уже мутные стали, все равно пожелтели. Но так вот по состоянию вообще бомба. Есть и снег, полный привод в основном бывает немного, там, более-менее ржавый, но они ездят в северных регионах, там, в Японии. Но даже их не ржавые, то есть, с нашим не сравнится, то есть, нормальная машина. По поводу утопленников, если кто-то думает, там, а, самое главное, вот, важная тема, радиация. То есть, вы с Японии приводите радиоактивную машину? Нет, это бред. Даже если вы захотите за... Захотите радиоактивную. Захотите радиоактивную, вы ее на корабль просто, ее никто не поставит. Проверяют. Проверяют, это просто, она не зайдет никакими путями, и перед отправкой, я у себя в инсте выкладывал, что прям с дозиметром в каждой части прикладываюсь, ну, это исключено. Утопленники. В прошлом году, в сентябре, был большой тайфун, и залило 500 машин. Альфарды, мальфарды, все подряд. Просто компания выкупила, вернула людям деньги, то есть, пошли навстречу, их продали, и их продали просто вот, как утопленники. Никто их не мыл, не сидел, потому что это дорого, это никому не нужно, их просто слили, и все. Друзья, вот такой у нас получается сюжет. Я вам напомню, что изначально было желание поехать в Армению и снять плюс-минус то же самое, только поэтапно. То есть, показать, как делается регистрация, знаете, такой живенький сюжетик. С носатыми армяниями, с точки зрения. Да, времени остается мало, в любом случае, времени остается мало, чтобы успеть купить по текущим ценам. Что там будет дальше, покажет время. В любом случае, Дуарс, тебе спасибо огромное, что ты приехал, все это рассказал. Я думаю, этот ролик вообще в целом для общего развития будет полезен. Подчеркиваю, что мы оставляем, конечно же, на тебя все ссылки. Если кто-то посчитал то, что вас сейчас за руку взяли, все, иди покупай тачку, сядь, успокойся, не нервничай. Надо тебе, перейдешь, посмотришь, не надо тебе, ничего ты делать не будешь. Все мы люди взрослые. У меня на этом пока что все. Обязательно подписывайтесь на наш канал, подписывайтесь на инстаграм нашего канала, ставьте лайки, ставьте дизлайки, пишите ваше мнение в комментарии. До новых встреч, всем пока-пока.